МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежедневно каждый из нас выпивает более полутора литров воды. Вообще медики советуют употреблять столько жидкости, сколько организм ее теряет за сутки. По стакану утром, днем, вечером и каждый раз перед приемом пищи. Ученые уже давно доказали, что вода омолаживает кожу, выводит из почек токсины и даже снижает риск возникновения сердечных приступов. Чаще всего мы пьем бутилированную воду. И каждый производитель пытается убедить потребителей, что его вода добывается из подземных источников. Так ли это на самом деле? Проверим прямо сейчас в эфире программа «Качество». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вода прозрачная, приятная на вкус. Казалось бы, это качественный продукт. Но в лаборатории Роспотребнадзора уверяют, далеко не всегда в бутылки наливают артезианскую воду. Другой неприятный факт. Эксперты говорят, что нормативам СанПинца ответствует лишь треть природных источников. Потребители нередко рискуют приобрести загрязненную воду. И так обо всем по порядку. В идеальном продукте не должно быть привкуса хлорки. Это говорит о том, что вода не была отфильтрована. Воды классифицируются на столовые и лечебные, и лечебно-минеральные. Столовые воды рассчитаны на ежедневное потребление. Можно на них готовить чай и кофе, пить просто как воду. А уже лечебные, лечебно-столовые, их надо пить по назначению врача после консультации с доктором. Они, значит, имеют разный состав и, соответственно, разную направленность при разных заболеваниях. И желательно, да, можно даже как-то поинтересоваться в литературе и спросить у врачей, потому что разные минеральные воды имеют разные свойства, разные воздействия на организм в зависимости от заболеваний. Например, вот, так сказать, сульфатные воды, полезные для заболеваний печени и желчевыводящих путей, гидрокарбонатные, там, при заболевании желудка, ну и так далее, там, по схеме. И некоторые воды, вот, они действительно как лечебные, их нежелательно применять как ежедневную питьевую воду, потому что можно навредить даже организму. Но вот это лечебные воды, они, обычно их минерализация уже превышает 1 грамм на литр содержания солей. Кальций, калий, магний, фтор – эти микроэлементы должны содержаться в качественной минералке. Правда, далеко не все производители добывают такую воду прямо из скважин. Большинство насыщают воду полезными веществами искусственно. Но в норму укладывается не каждый. В напитке может быть превышено содержание солей и не только. Отклоняются от заявленного на этикетке состава даже раскрученные бренды. Хотя определить качество напитка на глаз – довольно сложная задача. Даже когда на бутылке написано «ключевая вода из подземного источника», это не означает, что она не налита из-под крана. Состав воды исследуются анионы, катионы – это хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, катионов – калий, натрий, магний, кальций. Общий солевой состав – сумма всех солей. И металлы. Содержание солей тяжелых металлов. Вот, как сказать, для потребителей, если, так сказать, их интересует, вот на каждой бутылке, на этикетке указан этот целевой состав. Вот, расписаны анионы, анион, гатионы, минерализация. И в соответствии с ней можно делать вывод. Бывает, вода солоноватая, но если нет никаких неприятных привкусов, значит, она соответствует нужному. Запах указываем в баллах – 0,1,2. Здесь, можно сказать, 0 баллов. То есть нету посторонних неприятных запахов. Воспринимается запах как приятный. Как сказать, нету неприятия его. Этим образцам эксперты поставили отличные оценки. Но так бывает далеко не всегда. Некоторые производители используют метод глубокой очистки воды. Ее продавливают через специальные мембраны. Такая вода лишается не только вредных веществ, но и полезных. Вообще, производители должны честно указывать, из какого источника была добыта вода, и подробно описывать ее химический состав. Распознать подделку можно и по-другому. Специалисты отмечают, что качественный продукт не может стоить дешево. Очень нередко потребитель смотрит и выбирает, скажем, наиболее дешевый товар. Здесь нужно отдавать себе отчет и обратить внимание на то, что нужно выбирать товар всегда из одной ценовой категории. То есть, если колбаса по виду, например, одинаковая, красивая, в упаковке, одна стоит 200 с чем-то рублей, другая стоит с чем-то рублей, то надо понимать, что покупая продукт значительно дешевле, вы покупаете другой продукт, другого качества, изготовленный по другим техническим условиям, или с другими требованиями. Это может быть второй сорт, первый сорт будет стоить дороже, конечно, высший сорт тем более. Вот это тоже нужно понимать. И когда мы все-таки при всяких равных условиях смотрим на цену товара, мы должны отдавать предпочтение нашим товарам, наших производителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чувашские производители предлагают потребителям огромный выбор минеральных вод и безалкогольных напитков. Заграничные фанты и колы уж точно уступят качеству местных газировок. Большинство предприятий республики делают напитки из артезианской воды и натурального сырья. Это доказывают лабораторные тесты. В раскрученных же брендах эксперты нередко выявляют завышенное количество красителей и заменителей сахара. Недаром бытует мнение о том, что за рубежом пепси-колы очищают ржавые детали. Местные производители стараются работать по ГОСТу, без вредных добавок. Спросом пользуются не только газировки, но и натуральные соки. К примеру, березовые. Спрос на эту продукцию у нас есть. В 2012 году мы заготавливали 6,5 тонн. В 2013 году 11,7 тонн. А в прошлом году вообще 18 тонн. Ну, полезно, но там эффекты очень полезные. Это лечит от баронхита, от головной боли, от желудка, восстанавливает кровообращение, регулирует обмен вещей. Ну, там эффекты очень много. Вся продукция идет у нас в республиканские больницы. Мы детские учреждения отправляем. В Чувашской республике сегодня розливом безалкогольных напитков занимаются более 15 предприятий и цехов. Признанным лидером в этой отрасли является производственный комбинат-кооператор Чувашпотребсоюза. Он расположен в Комсомольском районе. Комбинат был основан 40 лет назад. Сначала здесь разливали пиво, а в годы перестройки, преодолев все трудности, запустили линию по производству безалкогольных напитков в полиэтиленовые бутылки. Сейчас все процессы полностью автоматизированы. И это сказывается на себестоимости продукта. К примеру, эта установка за считанные секунды выдувает пластиковую тару. Ежедневно с конвейера комбинаты на прилавке магазинов отправляют более 1 тысячи декалитров напитков. В газировку добавляют только натуральные красители, которые делают из растопленного сахара. Сейчас коллекция кооператора насчитывает более 30 наименований. Здесь любимые всеми вкусы тархун, буратино, грушевый аромат и новые бренды. В июле на производстве создали альтернативу энергетикам, тонизирующий напиток молодежный. Этот напиток полюбили наши покупатели. Данный напиток является альтернативой энергетическим напиткам, импортным, но в этом напитке нет кофеина. Он изготовлен на натуральном концентрате и на сахаре, а не на заменителе. У нас темпы продаж увеличиваются. Люди начали обращать внимание на натуральные, на наши, местные, на родные напитки, на нашу воду. Это говорит о том, что клиент повернулся, покупатели повернулись на наши напитки. У нас тем просто по сравнению с новичным периодом прошлого года имеется. Вода на комбинате добывается из собственной сквашины. Это положительно сказывается на вкусовых качествах напитков. Скважина расположена вот здесь, на глубине более 100 метров. Эта вода, утверждают специалисты, обогащена микроэлементами. В ней содержится даже кремний, который улучшает обмен веществ. Из скважины вода попадает в специальный бассейн, а потом в водонапорную башню. Ее очищают с помощью фильтров и ультрафиолета. Без химических обработок и с хорошим содержанием на нашей воде, значит, кальций, магний, кремний, значит, которые являются необходимыми элементами для нашего организма. Высокое качество напитка подтверждает и вот такой знак. Минеральная вода директорская теперь выпускается с логотипом «Чувашский биопродукт». Вообще, говорят специалисты, такая вода помогает при лечении гепатитов, заболеваний печени и сахарного диабета. Очень полезно пить ее, именно живую. Это известно, каждому организму должен потреблять не мертвую очищенную воду, а натуральную, живую. У нас проверяет ее институт курортологии в Москве и в Томске. Затем ежеквартально проверяется «Чувашскими лабораториями». Минеральная вода, она очень полезная, лечебная директорская вода. Она уже давно выпускает эту воду. Еще я люблю напиток грушевый. Оно напоминает мне вкус детства. А по 7 лет, сейчас нате выпускают у них напиток на соках. Это абрикосовый и клюкленный. Качественные этих напиток я доверяю. Они вкусные. За качеством продукции следят и специалисты лаборатории кабинета. Каждый день сюда на экспертизу отправляют пробы произведенных напитков. Мы каждый день проверяем плотность и кислотность, чтобы все этикетки были в норме, все приклеено, хорошо. Если уж что-то не то, мы сделаем замечание и всю эту продукцию уже убираем. Плотность должна быть, если она в сахаре, должна быть 10. А если уж она на заменителе сделана, то поменьше должна быть плотность. Продукция комбината представлена широко не только в торговой сети «Чувашпотребсоюза». Она поставляется и за пределы республики. В последнее время здесь начали разливать напитки в стеклянную тару. Даже в условиях непростой конкуренции на этом рынке, на предприятии, только наращивают темпы продаж. Сегодня мы достаточно большое внимание уделяем по внедрению новых технологий. И решением руководства «Чувашпотребсоюза» было принято по техническому переворужению нашего завода. И в пределах 12 миллионов денег вложено на инвестирование, на новое производство. Уже в ближайшее время на кабинете планируют наладить и новое производство по выпуску мясопродуктов и сокосодержащих напитков. Большинство чувашских предприятий сейчас стремятся сертифицировать свои бренды добровольно. В первую очередь эксперты проверяют, как налажен производственный процесс. Продукцию, которая сходит с конвейера, изучают уже в лабораториях. Такие документы подтверждают качество товара. В этой программе принимают участие заводы и цеха по выпуску безалкогольных напитков и минеральных вод. При выезде эксперта на производство проверяется оснащенность производства, санитарные условия, в которых выпускается данная продукция. Также соблюдение технологических инструкций, технологических процедур, а также рецептур и закладки сырья согласно этим рецептурам. Далее, после изучения всех документов, выдается добровольный сертификат. Очень радует, конечно же, продукция наших местных производителей. В том плане, что наши производители выпускают очень качественно, безопасную продукцию. Если взять продукцию минеральные воды, безалкогольные напитки, то в этом случае у нас очень активное участие в этом принимают букет чуваши, дары природы, вода-талисман, также кооператора, минеральная вода директорская, безалкогольные напитки других производителей, и чувашпотребсоюза, и даров природы. Очень качественная продукция и по лабораторным исследованиям, и по всем показателям соответствует нормам. На данных предприятиях была приведена работа по регистрации декларации о соответствии, а также были выданы добровольные сертификаты с анализом производства. В настоящее время наши предприятия активно работают по внедрению технических регламентов таможенного союза на производстве и подтверждению соответствия своей продукции требованием технического регламента. Это управление Роспотребнадзора рекомендует при выборе продукции в магазинах чаще отдавать предпочтение продукции наших производителей, как более качественной продукции. Покупай продукцию чувашских товаропроизводителей. Развивай экономику республики! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотя заслон контрафакту могут поставить только рядовые потребители. Именно они голосуют рублем за качественные продукты. В Торгово-промышленной палате республики покупателям рекомендуют приобретать то, что выращивается и производится на родной земле. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы спрос на местную продукцию повысится в разы. Многие уже сейчас обращают внимание на качество товара, а не на его дешевизну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова